Дороги плохие, когда воруют или не умеют делать. Вы можете выбирать свой вариант ответа. Вы видите телефоны на экранах. Звоните. Еще комментарии. Светлана считает, что стопроцентное воровство, система ремонта дорог такова, что требует регулярного выделения на нее денег. Это считает доход чиновников. Денис пишет. Один из виновников всего происходящего это я. Он водитель большегруза и поэтому говорит, что ездит на своей машине и действительно вносит большой вклад в разрушение автомобилем дороги. И еще один комментарий. Может все у нас потому, что нет ливневок и покрытие специально кладется в дождь и снег, чтобы разрушалось за сезон и на следующий год снова надо было выделять деньги и пилить их где-то там. Вот что пишут в социальных сетях. Ну что, сейчас переходим к ливневкам. Точнее к их отсутствию. В качестве иллюстрации предлагаю посмотреть еще один ролик, который я снял нам Александр Каян. С невооруженным глазом можно заметить, что дорога идет под наклоном. Дальше, наверное, это так и задумывалось, чтобы вода скапливалась здесь, а колодец чуть выше уровня воды. Ну, мне кажется, это возникает потому, что там совершенно нет ливневки. И я знаю, что наш сегодняшний гость Софья Епифанова, депутат Краевой думы и журналист медиафолдинга губерния, как раз в последнее время делала депутатские запросы по поводу отсутствия ливневок в Хабаровске. Да, и получила ответ, который, если честно, удручает. И, извините, пожалуйста, в этой связи я вот думаю проголосовать за первый вариант или за второй, но судя по ответу мэрии, видимо, все-таки второй не умеют делать. Вопрос, кто не умеет? Вот где-то слабое звено. Вопрос, где? История такая, то есть она с большим-большим вообще бэкграундом. Это улица автобусная, дом 112, между прочим, там даже был ремонт дороги в 19... ой, нет, не в 900, а в 2018. Хотя возникает ощущение, что... Где-то там, да. Так вот, дело в том, что из-за того, что на улице автобусной нет ливневки, вся вода течет вдоль дороги, разрушает саму дорогу, но она еще и скапливается в жилых домах, в подвалах. Просто ей куда-то же надо течь. Вот она туда и может, а туда и течет. Вот. Водоотводная система отсутствует, и вода попадает в подвал жилого дома. Вот. Капитальный ремонт дороги по улице автобусной, я цитирую обращение, в границах от Владивостокского шоссе до улицы Ульяновской провели в апреле-мая 2018 года. И сразу после окончания капитального ремонта дороги обрушился железобетонный остановочный павильон. То есть его просто... Его просто смыло. Подмыло с точными вот этими самыми водами, потому что им, опять же, было некуда вести. Ну, понимаешь, это локальный случай. Что ответила мэрия? Жильцы-то у нас активные, у них же все-таки там комары, плесень и прочее в подвале же, да, им же это не нравится. И картошка портится. И картошка портится. Они написали обращение, что ответила мэрия в 2000 далеком, в 2018 году. Ремонт ливневой канализации вдоль проезжей части не предусмотрен. Однако вопрос о ремонте будет поставлен при утверждении программы работы на 2019 год. Классик. Подписано Олегом Гроу. Ну, теперь не спросишь с него. Наступил 20-й год. Я пишу мэрии. Теперь фамилия Шарабарин. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска. Что мне пишет? Выполнение работ по водоотведению на территории города обеспечивается в пределах бюджета города в соответствии с утвержденной программой. Я его не про это спрашивала, но он решил мне, видимо, рассказать все. Так вот, при формировании проекта программы работ по благоустройству, работы по устройству водоотведения на этом участке будут предложены в проект программы на последующие годы. Вы понимаете? То есть при Олеге Яковлевиче хоть какая-то конкретика была. Я не 19. Конечно, Олег Гроу был профессионалом. На следующий год. Да, а вот, смотрите. Прости, можно дать высказку со зрителем? Да, конечно. Олег Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Моя фамилия Федоров Олег Петрович. Очень приятно. За мной стоит коллектив дорожников, тысяча человек. Ой, как хорошо, Донири. И мой опыт дорожного строительства 40 лет. И мне очень неприятно, когда вы вот так вот огульно обвиняете всех дорожников. Мы не обвиняем, мы спрашиваем. Или безрукие, понимаете? Каждая дорога закреплена за кем-то, за какой-то организацией. У нас в крае и в городе Хабаровске. Мы, например, работаем и содержим дорогу, ремонтируем и строим. Хабаровск-Лубевосток, с прошлого года Хабаровск-Комсомольск, Лидовья Ванина. И нареканий никаких нет. Люди говорят только спасибо. Мы применяем массу технологий новых, понимаете? Скажите, ну вот как профессионал, ну почему так получается, что отремонтировали дорогу, через год, через два, ну возникает ощущение, что ее как будто бы никто и не трогал. Почему так происходит? Мы не сомневаемся в вашем профессионализме, в вашей честности. Мы просто ездим по этим дорогам. Из-за бесконтрольности тех людей, кто должен следить за ходом ремонтно-строительных работ и задержанием. Дорог. Что вы имеете в виду? У каждой дороги есть своя фамилия, и есть ответственные. Вот, к примеру, улица, скажите, как профессионал, улица Панфиловцев. Кто виноват, что она разбитая? Кто конкретно? Виноват управление города, администрация города. А еще, у меня огромная просьба. Вы могли бы к нам прийти в студию, мы бы серьезно с вами отдельно поговорили. Когда скажешь, тогда я и буду. Давайте в понедельник. Вы сейчас ставьте свой телефон нашему администратору, она на связи в аппаратной прямой эфире, с удовольствием с вами поговорим. Дело в том, что я прилагаю все усилия к тому, чтобы зазвать к нам дорожников, чтобы к нам пришли профессионалы и объяснили. Мы все время тут с тобой гадаем, да, а люди к нам не хотят приходить. Мы пишем запросы в мэрию, никто не приходит. В какой-то веке человек позвонил сам. Так вот, кто ответственный, сказали, да, управление дорог и внешнего благоустройства. Оно не отрицает, что какие-то специализированные организации строят эти дороги. Но какие, не называют. Я спрашиваю конкретный вопрос, кто у нас ремонтировал улицу автобусную в 2018 году, а меня отправляют в единую информационную систему в сфере закупок. И там вот порыться до 2018 года. Я это сделаю, я найду те фамилии, потому что мне просто даже интересно. Может, они так же сидят, смотрят телевизор сейчас и думают, я ли это или не я. И стыдно, и мне не стыдно. Это, конечно, экстремальный случай, но... Нет, это не экстремальный, это типичный. Знаешь почему? Потому что Флегонтова улица то же самое может сказать. А смотри, в чем дело. Работы по ремонту улицы автобусной, а также всех остальных, выполнены в рамках реализации программы по приведению дорожной сети Хабаровской городской агломерации в соответствии с нормативным требованиям. Это первое. А второе, но с метной документацией не предусмотрено устройство ливневок. Как это может быть? Объясните мне. Я тоже пытаюсь последние 20 лет понять. То есть, по всем нормативам нельзя сдать дорогу, если там нет ливневой канализации. Я когда-то изучал строительство. Водоотведение. Там не прописывается ливневая канализация? Ну хорошо. Водоотведение. Она может быть в виде лотков, она может быть в виде подъема. Ну давайте посмотрим то же самое у фанфиловцев. Давайте вы увидите, что там нет ничего, чтобы отводила воду. Собственно, только поэтому там после каждого даже небольшого дождя вот такие стоят лужи. Можно показать видео? Да, 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 да. Ты согласись? Ну, ты понимаешь, когда мы разговариваем со специалистами, нам говорят, в дороге должно быть то-то, то-то и то-то. Но почему этого нет в проектно-сметных документациях? Почему мы заведомо платим деньги за эту самую документацию, в которой заведомо уже заложены вот эти вот все ямы и прочие проблемы? Почему мы так бездарно тратим деньги налогоплательщиков? Может быть, гражданин Шарабарин ответит мне на этот вопрос здесь, в студии? Да? Серьезно, у меня есть этот вопрос, он без ответа. Почему нет этого в сметной документации? Когда ливневка, водоотведение должны быть у дороги по всем стандартам. Ливневки нет, а телефонный звонок у нас есть. Татьяна Степановна, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. У нас по улице Кутузова положили новый асфальт. И вот я вот смотрю, у меня пятиэтажный дом, и окна выходят на дорогу. Во-первых, они когда ложили асфальт, они выкапали ямы, засыпали песком. Сейчас у нас вот в доме очень сильный шум стал, аж прямо вот стены дребезжат. И во-вторых, как они положили, половина воды, вот дождь идет, половина воды на асфальте, на дороге, половина воды стекает по домам. И здесь у нас теплотрасса проходит. Эта вода попадает, наверное, в теплотрассу. Так же и в... Вода на дороге, это значит дорога, до свидания. Любой строитель, любой инженер вам скажет однозначно, главный враг дороги – это вода. Вот ты хоть какой асфальт туда положи, если на нем стоит вода, все, на следующий год, добрый вечер. Начинаем сначала, эта песня хороша. Ну вот самое смешное, что опять же, да, в этих всех документациях ее нет, все это знают, и все равно мы платим за них и строим по этим документам. И красиво режем ленточки. Ты забыла самое главное. Так вот ради ленточки все. Я понимаю, что ты сейчас не можешь просто так отвечать, не подобов, но все-таки ты бы... Какой выбрала вариант ответа, первый или второй? Ну вот я и говорю, что сейчас, после этого ответа в мэрии, я так думаю, что может быть там нет специалистов, которые просто не в курсе, да, что водоотведение должно быть в проекте любой маломальски, там, я не знаю, обустроенной дороги. Может быть они действительно просто не умеют. А ты знаешь, я тоже досомневался, может так и есть. Просто мне кажется, что вот понятие профессионала из органов власти уходит. Людям поручают руководить областью, в которой он не специалист. Часто так бывает? Ну так может быть это так, может быть оказывается, если нам позвонили дороженьки и сказали, что мы делаем на совесть, и нам не стыдно за наш труд, тогда может быть стыдно вот этим людям, которые смотрят на эту документацию и говорят, а, ну нет, так нет. Ну я понимаю, что мы только запутали всех и не ответили ни на один из вопросов, поэтому понедельник... Мы славно повозмущались, это тоже приятно. Мы нашли свой ответ вопрос, нам ответят специалисты, если они еще остались. Да, в понедельник нам специалист обещал прийти, мы поговорим с профессионалом и продолжим эту тему. И обязательно спросите, должно быть водоотведение? Я сразу могу сказать, должно. А, ну все. У нас гостя была София Епифанова, журналист медиафолдинга «Губерния», депутат Краевой думы. Мы возвращаемся к нашему интерактивному голосу. С огромным отрывом лидирует мнение хабаровчан о том, что все-таки дороги у нас плохие именно потому, что воруют. И еще один комментарий из социальных сетей считает, что надо просто сажать за тот бардак, который у нас получается на дорогах, потому что из-за дыр на дорогах люди еще и страдают. Мы знаем, что иногда эти дыры становятся, собственно говоря, из-за них происходят различные ДТП, поэтому считают, что и люди еще и разбивают свой транспорт, и надо карать таких людей, вот именно сажать за решетком. Но интерактивное голосование будет продолжаться. Соня, ты хочешь что-то сказать? Ну, гостя, а хочет еще. Я не могу понять. Да, вы знаете, я хочу сказать, что сажать не надо. Это бессмысленно. Тогда мы будем содержать на свои деньги еще этих людей. То есть, может быть, они пусть выходят и сами кладут дороги? Да, их нужно осуждать к общественным работам по заваливанию вот этих самых ям по ремонту дорог. На этой оптимистической ноте мы прервемся на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин